Для изготовления швейного органайзера нам понадобится теперь очередь второго накладного кармана. Ну вот, наш органайзер готов. Всем привет! Вы на канале Школы Шитья Хочу Шить. И с вами я, Елена Матулис, дизайнер одежды и педагог этой школы. Сегодня я расскажу и покажу вам, как сделать такую полезную вещь, как швейный органайзер. У любой рукодельницы множество принадлежностей, которые надо где-то хранить. И важно, чтобы они были всегда под рукой. Сейчас расскажу, что нам будет нужно. А пока подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Для изготовления швейного органайзера нам понадобится фетр А3 и А4 формата толщиной 4,2 мм. 4 мм мы используем для основных деталей. В принципе, можно использовать такую же толщину и для изготовления кармашков. Также нам понадобится резинка, молния, потайная или обычная. Наш привычный швейный инструмент, иголки, ножницы, швейная машинка, нитки в тон и немного вдохновения. Вначале определимся с размером нашего органайзера. Я решила, что у меня органайзер будет размером с лист фетра А3 формата. Вы можете поступить точно так же или сделать органайзер своего размера, разложив необходимые швейные принадлежности, которые вы хотите в органайзере хранить. Например, здесь у меня будут кармашек для ножниц, здесь можно будет разложить нитки и нужно будет сделать крепление для каждой катушки ниток. Здесь у меня будет потайной кармашек для молнии, здесь можно будет сделать кармашек для мулине или иголок. Также у нас есть снипер, есть большие портновские ножницы, их можно расположить как-то вот так. В общем, смотрите, какие инструменты есть у вас и какие вы предполагаете хранить. Размещайте их на листе бумаги, измеряйте и смело делайте кармашки по вашим размерам. Начну изготовление органайзера со внутренней стороны. Основная часть у нас будет состоять из внешней стороны и внутренней, где и будут у нас располагаться кармашки. Внешнюю пока откладываю, я буду ее декорировать. У нас будет фирменный органайзер «Хочу шить» и на этой части у меня будет аппликация. А пока я займусь кармашками. Я буду расчерчивать расположение кармашков обычным маркером для того, чтобы вам было видно. Вы, пожалуйста, используйте свой чертежный инструмент. Это может быть термоисчезающий маркер для ткани, либо можете воспользоваться обычным мелом. Я отступаю от края 2 см и 5 см слева направо. От правого края тоже отступаю 5 см и вычерчиваю узкий прямоугольник. Здесь у нас будет располагаться потайной кармашек на молнии. Средина этого прямоугольника 1 см. Вот здесь будет располагаться молния. У меня молния потайная, вы можете взять обычную молнию. Втачивать я эту молнию буду не как потайную, а как у нас располагалась обычная привычная молния на обычной лапке. Вырезаю прямоугольник по контуру. Я буду стараться срезать линию, чтобы она не портила нам внешний вид. Проколю перекусами, чтобы было легче растечь. Положение первого кармана у нас намечено. Сейчас будем размечать остальные. Смотрите, органайзер у нас будет складываться пополам, поэтому нам нужно отметить середину. Чтобы наши кармашки не располагались на этой линии, они должны быть либо выше, либо ниже. И поскольку органайзер у нас будет с ручками и он будет переносной, верх наших кармашков будет в противоположной стороне. То есть все кармашки будут направлены вот сюда, в ход кармашка, а у второй половины вот сюда. Намечу линию середины. И теперь все за кармашками. Я еще раз разложила вещи, которые у меня здесь будут. И хочу показать, как я буду располагать кармашки. В верхней части органайзера у меня будет два больших кармана. Я все-таки перешла на мел, потому что перманентный маркер остается на розовом фетре. Наверху у нас будет два больших кармана. Вот здесь вот будет еще один прорезной карман, но уже без молнии. Здесь мы будем хранить катушки ниток. Ну, предположим, у меня их четыре. Если у вас будет больше ниток, то просто оставьте большее пространство и по одинаковому отрезку отложите для каждой катушки. Мы будем их крепить резинкой и будем настрачивать резинку с припуском. Для одной катушки нам потребуется по 4,5 сантиметра. Соответственно, под ваше количество катушек и отмеряйте длину резинки. Можете пока пренебречь, например, вот этим потайным карманом. Еще у меня в органайзере будут ножницы маленького размера и еще два кармашка для разных мелочей. А вот здесь вот на большой карман мы настрачим еще дополнительный кусочек фетра, чтобы в него можно было втыкать иголки. Это такая у нас будет переносная игольница для ручных игол. Может быть и для машинных тоже, но машины толстые, наверное, все-таки ручные будет располагать здесь удобнее. А теперь приступим к работе. Вот эти детали нам нужно выкроить из маленького куска фетра. Я измеряю длину и ширину настрачных карманов и вычерчиваю такие детали на маленьком кусочке фетра. Я выкроила накладные детали, разметила их там, где у нас будет строчка, разделяющая два кармана, и прорезала вход в внутренний карман. Из остатков фетра, которые остались от изготовления карманов, предлагаю сразу изготовить ручки. Длина каждой ручки у меня будет 30 сантиметров, ширина 5 сантиметров. Вы можете сделать ручки чуть поуже. Я думаю, что тоже их сделаю поуже, до 3 сантиметров. Ручки у меня будут двуслойные. Одна сторона у меня будет розовая, а вторую сторону я сделаю вот такой вот фиолетово-бордовый. Все детали готовы. Можно заправить машинку и прострочить. Я заправила машинку нитками в тон, и теперь буду соединять детали ручек. Чем хорош фетр? Он плотный, он не осыпается, и он шершавый. Поэтому соединять детали мы будем изнаночными сторонами внутрь. Хотя, в принципе, у фетра обе стороны похожие. Но на тех сторонах, где нет линий, они будут у нас лицевыми. Соединили. Можно даже не скалывать, просто придерживаю. И прокладываю строчку на 2 миллиметра от края. Не забывайте про закрепку. Фетр плотный, и вначале машинка может немного буксовать. Помогите ей протолкните ткань, или можете прямо поднять иголку, поднять лапку и чуть-чуть передвинуть деталь. Дальше уже пойдет легче. Тоже проделываем с другой стороны ручки. Теперь займемся прорезным карманом на молнии. Откладываю молнию внутрь нашего окошечка. Прикалываю булавками в каждую сторону и приметываю. Звенья молнии располагаю посередине. С меточными стежками закрепляю молнию, чтобы потом было легче прострочить. Пришиваю застежку молнием. Причем, обратите внимание, удобнее будет шить, когда собачка у нас отодвинута подальше от иголки. Вот, дошла до собачки. Иголка у меня опущена, лапку поднимаю, отодвигаю собачку подальше и продолжаю строчку. Молния пришита, лишнее можно отрезать. Сметочные стежки убираем. Теперь займемся большими карманами. Я подготовила дополнительную деталь для иголочек. Мы будем их втыкать вот так. Здесь два слоя фетра, сшитые между собой. Это будет такая игольница на кармашке. Ее нужно перед тем, как пришивать карман, на карман нашить. Примерно вот сюда. Один кармашек. Прикалываю его булавками. Напоминаю, что вход у нас будет вот с этой стороны. Значит, эту часть нам нужно будет оставить незасроченной. Не забываем делать закрепки. Расстояние до края кармана 2 мм. Не забывайте убирать иголки, как лапка дойдет до них. Проложим фиксирующую строчку поверх кармана, разделяющего его на два отделения. Теперь резинку для катушек. Чуть подальше я размечаю прорезь, куда хвостик резинки, кончик, мы спрячем. Заправляем резинку внутрь отверстия. Закрепляю кончик булавкой. А потом прострочу здесь на машинке. Я теперь смотрю, сколько резинки мне нужно для каждой катушки. Теперь вынимаю и измеряю. В начале ролика я говорила про 4,5 см. Но вот смотрите, я почти попала. Катушки могут быть разного диаметра, поэтому смотрите по своей катушке. Хороша всегда примерка. Катушки у меня рассчитано 4, значит я откладываю по 4,5 см. На 1, 2, 3, 4 катушки и еще небольшой хвостик, чтобы его легко было закрепить. Лишнее отрезаем. Делаю прорезь для фиксации резинки. Заправляю резинку внутрь. Протаскиваю резинку в отверстие до отметки. Прикалываю булавку. Теперь в местах отметки прикалываю резинку. Расстояние между метками на фетре 3 см, а расстояние между метками на резинке 4,5 см. Соединяю метки и прикалываю резинку к фетру. Теперь зафиксирую машинной строчкой. Делаю короткую строчку. Теперь назад закреплю. Ну вот, резинка держатель для ниток готова. Теперь надо укрепить машинной строчкой вход в прорезной карман. Проложим строчку на 2 мм от края разреза. Строчка проложена. Наша заготовка становится похожа на органайзер. Очень советую вам учиться на таких изделиях. Вы не только научитесь прокладывать прямые строчки, но и скоро увидите результат. А если вы совсем-совсем новичок, то приходите к нам на бесплатный вебинар. Как начать швейный путь. На вебинаре вы узнаете, как выбрать швейную технику. Как сэкономить и не купить лишнего. С каких тканей лучше начинать, чтобы не испортить их. И самый главный секрет, как дошивать до конца. Также этот вебинар поможет определиться вам, что для вас лучше, шить по готовым выкройкам или конструировать и моделировать самостоятельно. Регистрируйтесь по ссылке, я оставляю ее в описании к этому ролику. Теперь очередь второго накладного кармана. Совмещаю его с разметкой. Вход у нас будет с этой стороны. Значит, нужно незастроченным оставить этот край. Оставлю незастроченным вход для ножниц. То есть, вот это расстояние зашивать не будем. Ну вот, наш лист фетра стал похож на органайзер. Я пришила второй карман, разделила его закрепками на три отделения и одно из них под ножницы. Теперь самое время заняться внешней стороной органайзера и декорировать ее буквами. Я приготовила эскиз. Надо перевести линии на кальку и вырезать каждую деталь. Вы можете не рисовать от руки, если не умеете, а распечатать на принтере понравившуюся вам картинку. Шаблоны из кальки готовы. Теперь размещаю их на листе розового фетра. Обвожу и вырезаю. Детали готовы. Я их разместила. Теперь зафиксирую булавками и приметаю перед тем, как пришивать. Я планирую пришивать буквы по контуру мелким зигзагом, но вы можете сделать это вручную. Закрепляю буквы крупными стежками. Настраиваем стежок. Я сдвигаю зигзаг ближе к С. Длина стежка тоже от нуля до единицы где-то посередине. Вы, пожалуйста, протестируйте на образце качество строчки, насколько она вас устраивает. Если вам кажется, что зигзаг можно делать пошире, значит мы сдвигаем ближе к луковке С. Аппликация готова. Дополню ручными стежками пуговицу. Теперь настало время соединить эти две детали. Вставляю ручки между слоями и прикалываю их. Скалываю органайзер по контуру булавками. Теперь очередь второй ручки. Проверяю, чтобы ручки были приколоты симметрично, одинаковые по длине. Все, теперь можно прострочить наш органайзер по контуру. Если вы новичок в шитье, не пренебрегайте сметыванием. Чтобы ручки держались крепче, прошью еще раз обратным стежком. А теперь снова вперед. Разделим органайзер пополам, закрепляющий строчкой. Ну вот, наш органайзер готов. Можете сшить такой для себя любимый. Или подарить его другой шьющей рукодельнице. С ним будет шить вдвойне приятно. Еще несколько идей подарков, которые вы сможете сшить своими руками, есть в наших прошлых видео. Ссылка будет в описании к этому ролику. Кстати, напишите в комментариях, как вы храните свои швейные принадлежности. Используете письменный стол или специальный комод, или может быть просто обычный контейнер. И подпишитесь на наш канал. Нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнать о новых выпусках. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»